Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас такая командировочная офисная нарезка ножом CH3504 от компании CH Outdoors. Предоставлен нож магазином Ножиман Клаб. Я могу сказать, что нож мне нравится все больше и больше. Он действительно очень прикольный. Вот бы еще помацать в G10 вариант, чтобы именно сравнить рукояти. Но сама форма рукояти просто бомба. Просто круто. На самом деле круто. Помните, у меня иногда бывают такие кухонные тесты, когда я признаюсь в чем-нибудь, как будто бы прихожу к психологу. Дальше резать нет смысла. Здесь просто бритвенная острота совершенно. Я имею в виду хлеб, нет смысла резать. Совершенно все очень-очень внушает. Так вот, это знаете, как клуб анонимных алкоголиков. Прийти и в чем-то признаться. Многие из вас сейчас хмыкнут, как минимум. Может, даже найдутся люди, которые ко мне станут хуже относиться. Или, возможно, даже люди, которые меня уважали, перестанут уважать. Но я скажу честно. Мне нравится фэнтези. То есть я, конечно, не толкинист. То есть я не впадаю в крайности. Я не сплю в хоббитском плаще перед кинотеатром, перед выходом очередной серии «Ластерина колец». Или не устраиваю «Гарри Поттер» вечеринки, когда нужно отсмотреть «Гарри Поттера» всего за одну ночь. Или еще что-то такое. Нет. Я умеренно... Мне просто нравится. Причем я не читаю. Из фэнтези именно вот как такового я читал только «Гарри Поттера» именно. Почему? Даже не знаю почему. По большому счету довольно вредная сказка, в котором в очередной раз англичане хорошие, русские плохие. Но там, кстати говоря, вот англичане хорошие, русские плохие именно в Поттеряне особо сильно это все-таки не развивается. То есть не так, как в других каких-то фэнтезийных вещах. Потому что в большинстве фэнтези-историй, таких крупных саг, скажем так, в большинстве из них, конечно, вся хорень приходит почему-то с Востока. А так как территориально миры фэнтези в основном... Но я не беру сейчас там те, которые расположены на других планетах. Это уже ответвление. Классический мир фэнтези, он расположен где-то в Средиземноморье. Плюс-минус. Правильно? Ну так примерно. И, как правило, приходят действительно все проблемы с Востока. Ну, иногда это неприятно бросается в глаза и посылаешь всех нафиг, и перестаешь смотреть и интересоваться там какой-то сагой. Я даже не помню, какая-то у меня была... Я смотрел какой-то фильм, меня это прям выбесило, потому что, ну, совсем уж как-то уж еще бы русский акцент добавили вот к этим злодеям, и было бы все понятно. Но в целом все равно прикольно. Мне это очень нравится в основном в виде кино. То есть, по большому счету, что такое фэнтези? Фэнтези это, опять же повторюсь, где-то что-то такое Средиземноморское, где есть рыцари, где есть какие-то сказочные существа. Сказочные существа есть отрицательные и положительные. То есть, есть там эльфы, драконы, гномы, хоббиты, шмобиты и всякая разная сказочная нечисть. Признаюсь, нравится. Какие-то вещи меня действительно захватывают. Я к своему... Я не могу даже в данном случае, я не могу сказать, что к своему стыду я не читал трилогию, например, «Властелин колец» или «Песнь, да, и пламени» я не читал. Почему? Потому что вот как раз-таки мне за это не стыдно. Я могу отсидеть и отсмотреть трехчасовой фильм, но книгу, по которой написан этот трехчасовой фильм, я лучше почитаю какую-то... Даже дело не в том, что более серьезную или несерьезную литературу, какую-то другую литературу, которая меня так или иначе будет развивать. Как минимум, я постараюсь почитать какого-то русского писателя с хорошим русским языком в оригинале, а не какой-то переводной вариант. По той простой причине, что русский язык, к сожалению, он как песок сквозь пальцы. Он постоянно уходит. Русский язык нужно тренировать гораздо более тщательно, осознанно и более усердно, чем те же самые мускулы, например. То есть с русским языком вообще беда. А в последнее время я просто чувствую, что я все больше и больше превращаюсь в такое конкретно неграмотное быдло. Это факт. Я сейчас не кокетничаю и не скромничаю. Это факт. Вот. Ну так вернемся к фэнтези. Как вы видите, картошечка у нас чистится сама собой. Мне даже не нужно каких-то усилий для этого прилагать. Совершенно спокойно, в легкую чистится наш картофан. Первый фэнтези-фильм, который я вот считаю, что я отсмотрел, и он действительно, на мой взгляд, в прямом смысле фэнтезийный, это, конечно же, Конан-варвар, Конан-разрушитель. По большому счету, там сюжет, блин, просто идет чувак всех поэтапно, на стадиях, на разных стадиях всех уколбашивает, разбивает своих врагов. И фильм настолько похож на компьютерную игру, что там сюжет просто нулевой, ни о чем. Но зато там есть нечто, чего нет ни в одном другом фэнтезийном фильме или сериале. Это, конечно же, юный Орнольд. Потому что юный Орнольд, это прикольно. Это круто. Это, когда мальчишкой смотришь, просто челюсть отваливается. Как же можно быть таким здоровенным, огромным, с выпуклыми руками, накаченным. Ух! Вот. Сразу скажу, ребят, вот, жду ваших каких-то именно комментариев на тему того, кому, я имею в виду тех, кому нравится фэнтези, кому не нравится фэнтези, просьба, конечно же, сдержанно комментировать. Не, ну, без матюков, без перехода на личности. Не надо меня как-то обзывать там или еще прочее. Не стоит. Зачем отношения портят с человеком? А вот те, кому фэнтези нравится, припоминайте. Потому что я сейчас наверняка вот так вот навскидку особо ничего и не вспомню. Конечно, Джон Рональд Роял Толкин – это основоположник современного фэнтези. То есть роман «Властелин колец» и та же самая сага о «Хоббитах». Я повторюсь, я не читал, я смотрел. Ну, я наслышу, конечно же, об этом. Но я смотрел фильмы, фильмы мне очень понравились. Просто охренеть как понравились. То есть это прям вот… Это герои меча и магии, только кино. А герои меча и магии – это фэнтези вообще то, с чего все действительно начиналось. Так вот, что касаемо «Властелина колец». «Властелин колец» мне нравится больше, чем «Хоббит», потому что, по большому счёту, я понимаю, что «Хоббит» тоже был написан когда-то Толкином. Но надо было, короче, снимать сначала «Хоббит», а потом «Властелин колец», чтобы была вот эта последовательность. Потому что вот эта предыстория, когда ты знаешь, какая будет в «Властелине колец» заруба, какие там будут батальные сцены, когда вот эта вот битва за этот белый город, вот эти слоны, вот эти вот огромные какие-то вот эти чёрные всадники, апокалипсисы на орлах, на своих там вот это всё. И этот «Орландо Блум» в роли леголаза на этой какой-то доске летит, как на серфинге, и расстреливает просто очередями с лука. После этого «Хоббита» откровенно было скучно смотреть. Ну вот согласитесь, ребят, вот кто в теме, отзовитесь. То есть «Властелин колец» это мега круто. Конечно, далеко не все артисты, вообще вот про артистов чуть позже скажу, а что позже, сразу скажу. «Огурчик» просто замечательно. Сейчас будут помидорки, и там всё мы увидим, там всё расстроится. Дело в том, что актёры, которые сыграли в очень крупных, мощных фэнтезийных фильмах, да даже не только в фэнтезийных, очень много есть актёров так называемых одной роли. То есть тебя просто оглушил этот успех, ты действительно сыграл кого-то, там, я не знаю, в каком-то действительно очень кассовом, мощном, крутом фильме, который выстрелил, и после этого всё. Тебя воспринимают только как некое продолжение именно этого образа, и очень тяжело из этого образа выбраться. Ну вот Леголас Орландо Блум, он, конечно же, у нас ещё и пират. Как же его, как бежзвали-то? Сын прихлопа Билла. Не помню. Вот считать пиратов Карибского моря фэнтези или нет, я считаю, что всё-таки это фэнтези. Почему? Ну это фэнтези, перенесённый, конечно, именно в бассейн Карибского моря, потому что там есть кракен, там есть какие-то вот всё-таки полумистические существа, и само по себе развитие, само по себе развитие сюжета, оно идёт именно фэнтезией, по большому счёту. Пираты Карибского моря мне тоже очень нравятся, и в первую очередь мне эти фильмы, честно говоря, нравятся не за сюжет и даже не за великолепную актёрскую игру Джонни Деппа или Орландо Блума. Кира Найтли в первых «Пиратах» просто великолепна, потом она сделала себе сиськи, нет, сиськи она себе не сделала, накачала себе губы, стала такой уродливой, что просто всё, я из-за этого чуть третью часть просто не стал смотреть. Ну, конечно, посмотрел, не буду врать, но Кира Найтли была хороша именно естественная. Самая крутая Кира Найтли в фильме «Король Артур». «Король Артур» — это вообще отдельная история с фэнтези, правильно? Это совершенно всё круто. Про Артура. Последний фильм Гая Ричи мне очень понравился музыкой. То есть Гая Ричи, сука, он умудряется Лондон изобразить в любые времена просто таким восхитительно отвратительным, таким гадостным и прекрасным одновременно, что ты действительно понимаешь, насколько это мерзкое место Лондон. Сити. Но при этом ты обожаешь это место. Про Гая Ричи можно как-нибудь отдельно поговорить, потому что это режиссёр, который просто доставляет своими комедиями, своими фильмами. Так, Помидоренко, вы видели? Не задумался, не подкатнулся, ничего такого не было. Так вот, что касаемо «Властелина колец» как фильма, все знают, что это уже давным-давно снятая Питером Джексоном трилогия. «2001-2003 год», «Братство кольца, две крепости и возвращение короля». Ну, я не буду пересказывать сюжет, потому что это глупо, потому что те, кто в теме, они знают этот фильм досконально и, возможно, даже книгу. А те, кого это не интересует, то это даже, ну, ну, хоббит идёт там для того, чтобы спасти мир. Всё. Хоббит должен доставить волшебное кольцо в Мордор и бросить его в, как же это, в Гората называется, в жерло. Ну, я вот так вот особо не помню именно терминологию, не владею. Ну, в общем, круто. Ему помогают правильные поцеки, а плохие такие конкретные урки стараются у него кольцо отнять и помочь, собственно говоря, тёмному властелину Саурону. Ну, офигительнейший. По тем временам, даже я вам скажу так, прошло почти 20 лет, по нынешним временам просто охренительнейшие спецэффекты. И, конечно же, природа Новой Зеландии. Фильм снимался в Новой Зеландии. Как вы видели, маринованная паблика на ура пошла. Фильм снимался в Новой Зеландии. И вот, Властелин колец, это, конечно же, не игра Элайджа Вуда, не игра даже Орландо Блума и даже Вига Мортенсена. То есть, Вига Мортенсен, кстати, конечно, выстрелил в этом фильме. Он горно сыграл просто великолепно. Тот же самый, например, Гендальф, не помню, как его имя, он настолько задолбал меня своей пропагандой гомосятины, что я этого актера просто, ну, никак вообще, он, ну, он прикольный, как Гендальф, но он такой, он реально задолбал просто. Вот просто, ну, это агрессивная вот эта вот, глиномесов, вот эта вот реклама, защита каких-то, ну, я не говорю, что нужно педиков всех там уничтожить или еще что-то там, нет, во мне нет такого экстремизма. Но меня бесит, когда экстремизм наоборот, когда те просто вот, ну, просто задолбывают. И вот Гендальф, имя не помню, у него, Маккеллен, по-моему, фамилия была, шотландская фамилия. Вот он меня так задолбал, что я даже его, как Гендальфа, нет, я, конечно, от этого отвлекаюсь. Но потом, когда телек выключаю, меня это снова бесит. Я не люблю ни в ту, ни в другую сторону каких-то призывов там и какого-то вот это вот, давайте бойкотировать страну, потому что там гомосеков не любят. Да в этой стране гомосеков не меньше, чем в вашей стране. Просто из этого не делают какого-то именно культа. Ладно, не об этом сейчас разговор. Режет на ура. Реально, режет на ура, молодец. Я не буду именно, понимаете, это не отдельная какая-то у нас беседа про Властелин колец. В общем, Властелин колец мне нравится. Мне нравится природа Новой Зеландии, мне нравятся именно спецэффекты. И мне очень нравятся, конечно же, батальные сцены, потому что круче батальных сцен Властелина кольца, только сами знаете, где была батальная сцена. А в батальных сценах Властелина кольца, надо сказать, была задействована вся армия Новой Зеландии. Вся, полностью. Ну и, конечно, Новой Зеландия. С учетом того, что Властелин колец – это один из самых кассовых и прибыльных фильмов всех времен. И один из самых оскароносных. То ли 17, то ли 18 Оскаров они хакнули за все время. То, конечно, Новой Зеландия очень-очень круто подзаработала на всем на этом. Действительно круто. То есть, Властелин колец – это классно. Я уверен, что те, кому все это нравится, они меня понимают. Следующий, скажем, сериальчик, о котором я бы хотел поговорить, это, конечно, Поттериана. Вот все книги Джоан Роулинг про Поттера я прочитал. Причем прочитал с удовольствием, причем прочитал в очень зрелом возрасте. Прям вот в зрелом-призрелом зрелее не бывает. Я реально, как все подростки Великобритании и всего мира, ждал выхода следующих книг. Прям вот реально ждал. Я ждал следующих серий. Я вот сейчас об этом говорю и думаю. Ведь сейчас откуда-то из мрака, ехидно улыбаясь и царапая паркет когтями, выползет морж хрюнов и выльет на меня такое ведро дерьма за то, что я признаюсь в том, что мне нравится фэнтези. Что я не знаю, это будет просто… Он меня испепелит своими комментариями сейчас. Ну, в общем, Warner Brothers сняли шикарнейший фильм. Я считаю, что, конечно, какие-то фильмы из Гарри Поттера сильнее, какие-то слабее. Но в целом это обалденная сага. Под конец, конечно, вот «Дары смерти» затянули и сделали… Там уже видно было, что актеры устали. Актеры, которые мальчики… Они начали уже в жизни бухать. То есть они начали сниматься, когда им было там по 7-8 лет. К окончанию, скажем так, сериала… Они уже были реально взрослые дяди. И у Гермионы давно выросли сиськи там. И они… Ну, было видно, что они просто уже тянут эту сагу. Но в любом случае это очень прикольно. Там Гарри Поттер – это, опять же, европейский театр действий. И там тут тебе и феи, и драконы, и русалки, и пауки. Блин, там, я не знаю, волшебные палочки, совы, прочие, 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 прочие. Конечно, бывает получше, но вот у нас Бри был порезан. Всё равно так довольно не помял. Порезал. Тоже кучу денег Роулинг заработал на этих книгах. Кучу денег заработали на фильмах. И вот здесь как раз-таки опять очередной… Такой вот очередная, скажем, подножка. За исключением нескольких актёров, именно взрослых, за исключением нескольких взрослых актёров, которые так или иначе уже были состоявшиеся, именно те актёры, которые играли детей, Дарри Поттера, Гермиону, Рональда Уизли, они… Как вам сказать? Они… Правильно. И Эмма Уотсон, и Руперт Грин, и Дэниел Рэдклифф – это актёры одной роли. Вот. То есть они сами себя вот с детства запихали вот в эти вот рамки этих образов. Всё. Рэдклифф пытался сниматься после этого в ужастиках. Рэдклифф пытался сниматься после этого в детективах. Руперт Грин сейчас снимается в сериале на основе снэтча. Эмма Уотсон пыталась несколько раз что-то там снять. Никак. Всё. Ну, не растёт бамбук в Апскове. Понимаете, здесь действительно… Ну, Гарри Поттер, даже когда ему будет 70, его всё равно будут воспринимать как актёра, который снялся именно… Рэдклифф будет воспринимать как актёра, который снялся в Гарри Поттере. Очень тяжело из вот этих вот рамок выйти, и далеко не всем это дано. Так, а чё я… Я ж хотел ещё этого сырка хотя бы чуть-чуть отрезать. Извиняюсь за внешний вид. Это я… Это я просто… Мне было лень разрезать вчера. Я взял большой кусок и начал его натирать на мелкой тёрке. А из-за того, что я начал натирать, и я его сжал как следует, у меня в ладонях он немножко нагрелся, он потерял так свою резкость. То есть, безусловно, насколько я помню, у Гарри Поттера, конечно, очень много фанатов тоже по всему миру. Фанаты даже сняли приквел о детстве Волан-де-Морта, и они сняли это в 2016 году на свои деньги. То есть, фанаты франшизы, они скинулись и сняли кино про молодость Волан-де-Морта. Ну, это действительно… Мне очень нравится, конечно, язык. Очень понравилось, как Гарри Поттер разговаривал со змеями на змеином языке. И, безусловно, вот этот… Авата Кедавра. Сектусемпра. Вот Сектусемпра – это самое нажиманское заклинание. Сектусемпра – это заклинание, при котором ты взмахиваешь волшебной палочкой, и на теле твоего соперника появляются очень глубокие, сильно кровоточащие порезы. Ну и, конечно же, то есть, Гарри Поттер мне нравится, и я давным-давно не смотрел. Я уверен, что где-то наступит какой-то момент, у меня наступит хотение, когда я просто пересмотрю все серии. Но перечитывать книги я, пожалуй, не буду, потому что это все-таки слишком расточительно по времени. Кстати говоря, вот, зачастую говорят, что, ну, фильм, конечно, хуже книги, там, пятое-десятое. Если вы не читали Поттера и не смотрели Поттера, смело смотрите фильм и не парьтесь, не читайте книгу. Во-первых, близко к тексту, а во-вторых, не лучше. Ну, ничуть не лучше. Там, как бы, не тратьте время, достаточно потратить буквально сутки на то, чтобы отсмотреть все там 9 или 10 серий Поттериана. Ну, сам Хогвартс, все эти дела, все это, конечно, на самом деле, ну, мне нравится, не знаю. Это, как говорится, мои фломастеры. Очень-очень деликатишь нарезается у нас сырокопченая колбаска. Ну, и, конечно, ба-бам. Самое крутое событие нынешнего апреля какое? 14-го числа. Те, кто в теме, те знают. Правильно. Стартует финальный сезон «Игры престолов». «Игра престолов» — это просто потрясающий фильм. Я не являюсь фанатом. Вот, например, у меня в Норвегии есть одна знакомая, ей на день рождения подарили копию «Шлема пса», например. И она... Ну, она английский, на самом деле, знает плохо, как я, примерно. Но она смотрит всегда сериал именно в языке оригинала. Для чего? Для того, чтобы слышать голоса именно. Вот главный герой. Голоса. У нее любимый герой — пёс. Как сказал один мой знакомый, шикарнейшее... Ты, случайно, не смотрел «Игру престолов»? Шикарнейшее кино. Говорит, там постоянно убивают всех хороших героев и часто показывают сиськи. По большому счету. Чем вообще, ну, крутая «Игра престолов»? Во-первых, вот «Песнь льда и огня» она довольно далека по сюжету от «Игры престолов». И те, кто читал «Лёд и огонь», «Песнь льда и огня», они, Джорджа Мартина, они, эти ребята говорят, что даже близко сериал не стоит к литературному источнику, что книга гораздо во много раз круче, интереснее, более захватывающая, и так далее, и так далее. Я не помню, сколько там томов, но там каждый том вот такой вот толщины. Ну-ка его нафиг. Я лучше «Войну и мир» перечитаю, если уж говорить о толстых книгах. Ну, HBO, в принципе, говна не снимает. Ну, то есть наверняка снимают, но в данном случае это шедевр. Это шикарнейший сериал. То есть это как бы фэнтези, но фэнтези для взрослых. Да, там показывают голые сиськи, там море разврата, какой-то матершины. А больше всего мне нравится в «Игре престолов» то, что действительно буквально главных героев внезапно убивают. Первые там 3-4 сезона их просто крошили. Я не знаю, просто действительно начал смотреть сериал. К 3-4 сезону почти никого не оставили. Всех поубивали. Но мне очень нравится то, что явно отрицательные герои, явно отрицательные герои, пёс Джейми Ланнистер, они становятся не то чтобы положительными, нет, но начинаешь понимать, глядя на эти персонажи, что нет чёрного и белого. Есть тёмно-серое, есть светло-серое. И люди, которые, персонажи, которые в самом начале сериала представлялись конченными ублюдками, они на самом деле способны стать положительными героями. Единственных два героя, которые меня в этом сериале бесят, это Ария и Бран. Бран это вообще, я понимаю, что там, ну, ему готова на какая-то роль, многие предполагают, что Бран это и есть король севера. Ну, вот этот вот самый главный белый ходок. Наверное, те, кто не смотрел этот сериал, они сейчас думают, ну, о чём ты говоришь, какие ходоки, какие короли севера. Вот, я могу сказать так. «Игру престолов» я рекомендую всем посмотреть, это реально интересно. По всему миру снимается сериал, очень много в Исландии, в Ирландии, в Северной Ирландии, в Марокко, в Британии, на Мальте, в Хорватии, то есть, виды шикарнейшие, конечно, драконы, там просто зашатаешься. И там невероятно крутая, вот по меркам фэнтези, сюжетная линия. Этот сериал реально интересно смотреть, не ради драконов и сисек. Действительно, там вот подлость, стяжательство, гордыня, гордыня вообще прёт из всех, из самых положительных героев, гордыня прёт. По большому счёту, там положительных героев, до конца положительных, только два. Это Джон Сноу и наш Питер Динклейдж, карлик, Тирион Ланнистер, которого я неоднократно упоминал в своих видео, когда говорил о ножах с маленькими неудобными рукоятями. Я говорил, что это рукоять для Тириона Ланнистера. Ну, многие актёры не то, чтобы преуспели параллельно, но они всё-таки смогли вырваться из своих образов. Почему? Потому что Эмилия Кларк, например, мне кажется, обалденно сыграла молодую Сару Коннор в одном из недавних Терминаторов с Арнольдом, с уже старым, постаревшим Арнольдом. Причём, вернув Терминатора из вот этого постапокалиптического будущего, согласитесь, вот эта франшиза она выиграла. Но про Терминатора опять же не будем сейчас. Лена Хеди вообще красотка. Она сыграла в нескольких там в нескольких ролях, в нескольких фильмах. Но помимо того, что она действительно великолепная Серсея, это просто вот её роль, её образ, она просто шикарнейший играет. Вот эту коварную злобную суку, которая родила трёх детей от собственного брата и готова просто весь мир покрошить за них. И приведу вам пример. Когда пересняли Судью Дреда, ну, первый Судья Дред со Сталлона не надо говорить, что это шлак, потому что будем вспоминать, когда его сняли. Это были девяностые. Но вот, когда сейчас пересняли Судья Дредд, по большому счёту, конечно же, этот фильм прикольнее, чем со Сталлоне, но вот лично моё мнение, весь фильм на себе вытащила именно Лена Хеди, то есть, которая сыграла главу мафиозного клана, по кличке там какая-то мама, она что-то такое, она действительно там на всю голову отшибленную бабу сыграла, потому что судья Дредд там именно как персонаж унылое говно, его напарница никчёмная дура, и сам фильм он вот лично для меня он в принципе провальный, я этому фильму рейтинг бы дал там, я не знаю, ну, четыре с натяжкой, вот из этих четырёх с натяжкой за нового судью Дредда два балла я бы дал Лене Хеди, она действительно крутой образ создала, вот Питер Динклейдж, Динклейдж, карлик, он красава, он играет во многих комедийных каких-то фильмах, и ему получается вот именно этот, возможно, какой-то образ даже не Тириона Ланнистера, нет, а он себя привнёс в этот образ и привнёс в другие какие-то роли свои, и, ну, он никогда не вызывает отторжения какого-то, а Тирион Ланнистер просто шикарнейший персонаж, просто шикарнейший, карлик, который, он, пожалуй, кроме Джона Сноу, он действительно самый благородный из всех и самый честный, и просто вот на бою вертел всё это Средиземноморье, в нескольких комедиях я видел Николая Костера Валдау Середнячок, он очень хорошо сыграл в лёгкой, глупенькой комедии Другая женщина, такого дебильноватого плейбоя, и ему просто молодец, такое ощущение, что он даже не играл, вот Хеллингтона, который сыграл Джона Сноу, я вообще ни по одной другой роли не помню, то есть он в каких-то ужастиках там пытался, я понимаю, что сейчас от снимок последний сезон Игры Престолов, и всё, он будет где-то по второсортным, третьесортным фильмам болтаться и прочее, прочее, вот Эмилия Кларк возможно ещё выстрелит, ну, не буду сейчас говорить о сериале Викинги, потому что он как бы некоторым образом исторический, но согласитесь, несмотря на отсутствие драконов, он такой всё-таки немного фэнтезийный, мне сериал Викинги не зашёл, я заставил себя посмотреть два сезона именно так, на перемотке, ну, там, если вы делаете фэнтези, то делайте так, чтобы над Викингами летали какие-нибудь скандинавские драконы, суперзмеи поднимались из глубин, тогда это да, если вы делаете исторический сериал, делайте, ну, хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть псевдоисторическим его, а Викинги, ну, как-то, я говорю, меня вообще не знаю, в общем, и целом, если хотите, можно как-нибудь поговорить о фантастике, можно поговорить еще о каких-нибудь жанрах, но вот фэнтези мне реально нравится, вот буквально сейчас пять минут зафиналить, три минуты, нож отработал шикарно, было удобно, и прям действительно удобно, и остро, почему вообще людям нравится фэнтези? В двух словах, потому что там, ну, во-первых, драконы, вот это все, то, что пришло к нам еще из сказок, из каких-то сказаний, не только русских каких-то были там с Змеями Горынычем и с прочими там какими-то бабками-юшками, но и тут все это так хитроумно переплетается сразу же, тут тебе и Змея Горыныч, тут тебе и рыцарь Айвенга, а там на дальнем плане голос Высоцкого звучит, правильно? То есть вот такая вот каша замешивается, которая дальше нас и толкает. Плюс, вот лично мне почему нравится, мне просто нравится та эпоха. Придуманная, непридуманная, настоящее, не настоящее, потому что там все было гораздо честнее. То есть сейчас человек, который нажимает на спусковой крючок или нажимает на кнопку на пульте ракетной установки, он особо не запаривается, какую он боль причиняет людям, которых он убивает. очень многие сейчас убивают массы людей, даже ну, не пересекая границу этой стороны. Просто нажал на эту кнопку, бах, все, погибли люди. Это сейчас не о политике, а именно об отношении. А тогда рыцарь, который лупил по башке своего противника палец, он совершенно четко понимал, как больно он делает своему противнику, и он понимал, что если он не впадет вот это безумство драки, то противник очень быстро его приведет вот в это студенистое состояние. И несмотря на то, что, конечно, была тяжелая кавалерия, были какие-то там отряды и прочее, прочее, знаете, ну, например, те же самые французские рыцари, они в какой-то момент поняли, что ты можешь быть закован в броню, конь твой может быть закован в броню, но это тебя, сука, не спасет от длинного ножа в бочину, от какого-то ткача, которого ты даже, он даже не пехотинец, не пехтура, это просто, блин, ткачи, которые просто вас уделали, просто в ров вас, вот как говно в латах покидали и все, ножами, все, понимаете, то есть, первые, наверное, вот можно как-то, опять же, отдельно поговорить о лучниках, но мне кажется, что именно английские лучники сделали первый шаг к нечестности, то есть, да, это было мастерство, они молодцы, и Англия в какой-то момент очень круто всех уделала за счет того, что у нее именно были те самые вот английские лучники, когда вот этот был всплеск, но именно это, наверное, первый такой вот пример, когда не просто там вот стреляют из лука, там массово, там кто-то кого-то убивает на расстоянии, там или прочее, нет, а это именно пример, когда на действительно большом расстоянии, когда даже у действительно хорошо вооруженных кавалеристов не было просто шансов просто до них доскакать, то есть, были какие-то битвы, когда, ну, все решалось на расстоянии выстрела, и дальше это только, ну, все усугублялось и усугублялось, и в конце концов пришло к тому, что мы сейчас имеем, и вот, наверное, вот, это одна из причин, почему мне нравится фэнтези, потому что там такое хорошее рубилово, реально рубилово, не буду всех перечислять там героев и прочее, слишком, видите, я такой хоть схватил огромный пирог, о нем толком не рассказать в течение одного теста, но давайте пообсуждаем. Спасибо за просмотр, всего доброго, и в пекло уродов. Мы все молодцы. Редактор субтитров